В преддверии чудесного праздника на улицах города чувствовалось оживление. Девушки и женщины с большим энтузиазмом готовились к одной из мужских дат в календаре – Дню Защитников Отечества. А потому старались отыскать для своих любимых самые разные подарки. Кто-то при выборе руководствовался предпочтениями самих мужчин, кто-то пожелал скреативничать и найти что-нибудь эдакое, преследуя цель и удивить, и приятно порадовать сильный пол. Кто-то и вовсе не искал готового подарка, решив создать его собственными руками. 29 февраля – праздник особенный, праздник мужской, и обычно дарят подарки мужчинам. Я тоже не осталась в стороне, приготовила, естественно, уже подарочки свои своему папе, своему братьям, своему молодому человеку. Дарить подарки нужно, исходя из того, какой человек, что ему нравится, что будет ему по душе. Банальные подарки, я думаю, дарить не стоит. Мы подготовили своему папе подарок, вот дочка своими руками подготовила, но это пока еще секрет для нашего папы. Будет ему сюрприз в этот праздник. Мужчинам мы готовили на работе подарки. Каждый год поздравляем, каждый год не забываем. Что дарите преимущественно? Разные подарки дарим. Дарим что-то для души, это могут быть разного рода статуэтки. И потом термосы в этом году собираемся дарить. Что может быть приятнее для мужчин в этот день, чем чувствовать, что в них нуждаются, их любят и ценят. Будто седовласы ветераны или юнцы. Нынешние молодые солдаты или те, кому только предстоит служба в армии. Женщины это понимают и стараются проявлять свои чувства, каждая по-своему. Как говорится, важен не подарок, главное внимание. С этим утверждением согласна Анна Стопчук, которая в день 23 февраля, отложив все дела, приехала из родного города Пружаны в Брест, чтобы сказать своему молодому человеку о том, как сильно она гордится им, своим защитникам. Я думаю, что сейчас многие девушки думают о том, какой подарок сделать своей второй половинке, потому что на самом деле это очень непростой вопрос, но мне оказалось гораздо легче, потому что лучший подарок для моего молодого человека, это мое присутствие, он сейчас служит в армии, я думаю, что он будет очень счастлив увидеть меня. Не поздравить в этот день вторую половину Анна не могла, а потому с самого утра уже стояла в контрольно-пропускном пункте войсковой части 5526, где проходит срочную службу ее молодой человек и ждала встречи с любимым. Добрый день, можно, пожалуйста, призвать Пилютика Виктора Эрмэнто? А ваш по имени имущество? Остопчик Анна Юрьевна. Несколько минут легкого волнения и долгожданная встреча наконец состоялась. Все было как в красивой мелодраме про любовь. Приятно удивленный неожиданным сюрпризом Виктор Пилютик не мог найти слов благодарности за такое внимание девушки, зато слова нашлись у самой Анны. Я поздравляю тебя с твоим праздником, Днем Защитника Отечества. Это по-настоящему твой праздник, потому что ты стоишь на страже Родины, ты давал присягу Родине. Я хочу пожелать тебе всегда быть на высоте, всегда быть первым. И ты для меня идеал мужества, идеал чести. Хочу, чтобы ты знал, что я тебя жду, чтобы все будет хорошо. В этот день у молодых людей была возможность побыть вместе. За три месяца служба новоиспеченный солдат Виктор Пилютик успел сильно соскучиться по возлюбленной. А потому в этот день самым лучшим подарком для него было присутствие девушки. А каких же подарков ожидают мужчины от своих дам? С нами поделились брещане. Ожидаю от девушки, от мамы. Я тоже отслужил. Считаешь себя защитником отечественного? Конечно. Каких подарков ожидаешь? Каких-то особенных. Вот у меня девушка, допустим, она у меня дизайнер. От нее будет какой-то особенный. Мама, допустим, тоже что-то такое особенное. Какого подарка вы ожидаете? Просто внимание. Быть мужчиной – особенное звание. Не зря ведь их называют сильной половиной человечества. Настоящий мужчина – это стена и опора, надежный друг и товарищ. Плюститель домашнего очага, несущий ответственность за своих родных и близких. И в этот прекрасный день хочется пожелать каждому крепкого здоровья и сил, новых свершений и многочисленных поводов для радости. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!